Всем здорова, как обычно напоминаю то, что я снимаю на проекте WolfRP на сервере Saint Louis, и здесь у меня есть свой промокод кэштег Lepard, вводите его при регистрации нового аккаунта в них пригласившего вас игрока. Все бонусы, которые вы получаете за мой промокод, вы видите сейчас на экране, вот когда вы достигнете третьего уровня, пишите мне в личку вконтакте, и я выдам вам еще дополнительное денег, помогу с прокачкой скиллов, ломки и так далее. Также, ребята, не забывайте писать комментарии со своим мнением по поводу ролика, потому что я читаю все, и на самые нормальные, адекватные я отвечаю. В этом ролике я попросил своих подруг оценить внешность самп-ютуберов, как они изменились за несколько лет, брал я старые фотки, там, 19-го условного года, и старался находить более свежие фотографии. В общем, если ролик вам понравится, то жду лайки, также заходите на мои стримы, все, всем желаю приятного просмотра, кто кушает, приятного аппетита, всем пока. В первой на очереди идет ураган Хакаги, возможно, ты о нем слышала, потому что это самый популярный ютубер, вот, эта фотография очень старая, по-моему, 16-го года, но она поистине легендарная, потому что в свое время она очень сильно взорвала самп-индустрию. Короче, я не знаю, что сказать, давай, оценивай. Да, ну, что я могу сказать по первой фотографии? Ну, какая-то она, ну, странная, нахуя он засунул сигарету в нос, я не понимаю, но, в общем, фотка, ну, такая нормальная для пацанов, думаю, пойдет. Чел очень креативный, то что он решил курить сигарету? Таким способом? Ну, он похож на моего кота. Это у нас Данилыч прямо сейчас, вот, как он выглядит, да? В принципе, такого его я видела, это уже прям реально мой типаж, такой вот интересный, модный, сразу видно с татухами, шарик за друзуху, все. Этой фотке я поставлю где-то, наверное, 8 из 10. Ага, ну и за Данилу Филина ты жаришь, все понятно с тобой, фанатка. Выглядит очень молодо, но татуировка у него зачетная на шее, я люблю, когда татуировки на шее. Теперь он похож на рыжего из Ривердейла, только на башке что-то странное. Ладно, следующий на очереди у нас Стопа Дипсайз, это даже не человек, я считаю, это просто какая-то свэк-машин, бандит украинский, да, да, блять, короче, крутой мужик, давай оценивай. Ну, он в таких интересных очках, мальчик улыбчивый, сразу видно, ну, такой интересный. Вот, видно татухи на руках, то есть шарит за жизнь, как бы, люблю татухи, мне нравится, поддерживаю. Ну, наверное, может быть, 5 из 10, такая, ну, уверенная оценка, заболела какие-то ровные, слишком. Когда-то мне скинул фотку, я не успела присмотреться, подумала, что это Оксимирон. В принципе, с Оксимироном у них есть сходство, что один проебался на несколько лет, что этот на год. Так, ну, по этой фотке можно сказать, что человек, как бы, ну, не добился своего, немножко съехал, видно, стоит на мусорке, ну, и что-то ебал. Ему немножко, какой-то он слишком круглый стал, очки куда-то потерялись, ну, блядь, чел, просто, ну, не смокрый. Хотя я знаю, что он какой-то там известный крейсер. Наверное, он тебе немножко не нравится, потому что по фотке опять и сужу. Вот, но в целом фотка, ну, пойдет, такая интересный стиль. Не самое удачное место для фотографии, но зато посмотри, какие у него добрые глаза. О, у меня, кстати, тоже такая фотка есть. Я сидела на каком-то челе и сделала, типа, йоу. А мама увидела эту фотку, обослала меня и сказала, типа, фу, ты же девочка. Так, оцениваем этого мальчика, пацана, мужчину. Ну, в целом, он такой тоже, видно, позитивный. Как бы, по статистике, как бы, фотки, которые ты кидаешь до, выглядят более, такие, как бы, лучше, чем после. Вот, ну, блядь, ебать, охуенный кот. Вот коту ставлю реально, ну, 10 баллов. Боже, Сережа, посмотри, какие пальцы. Думаю, они натренированы на дегле. Да, ты реально подметил, мужик реально добился какой-то жизни. Видно такой взгляд, конечно, заебанный у него, устал, наверное, после работы идет. Вот, несет, конечно, маме, там, или за негрит, а подарочки, видно, сфоткался, такой, как, ну, стал просто джентльменом. Одет, как бы, ну, с иголочки, с иголочки одет, это, как бы, ну, сразу видно. Да, вот, ну, выглядит для своих лет очень молодо, если честно. Ну, добрый мужик, сразу видно. По глазам вижу, что заебался, ставлю ему 7. Стоп, штоп, подожди, вот эти две последние фотки, которые ты мне скинул, это один из тех же человек, ты мне лучше, Сережа. Какой галантный, а еще и с пальцами. Ну, просто завидуем его жене. А-а-а, как же я заебался, блядь. Ладно, следующий у нас на очереди идет Дэн Козор, а.к.а, пусси киллер, мечта любой девочки, модная, шалава и просто клевый парень. Все, давай, оценивай. Посмотрим на этого мужичка, старенька. А-а, что можно по нему сказать? Ну, он такой, сразу видно на чип. Очень веселый парень. Лежит, как бы, отдыхает. Что-то там пьет, подпевает. Вот, ну, веселый, сразу могу сказать. Ничего плохого не скажу о нем. Видно, одет, как бы, очень интересно. Интересно, даже этот стиль встречается до сих пор в повседневные дни наши. Видела я таких пареньков. Вот, одет очень модно. Видно цепь. Вот, ну и слева тоже паренька. Он не похожий с ним. Не знаю, друг его, наверное, может, друг. Вот. Ну, в общем, ставлю ему 8-10, которые слева 6. Мне нравится, да. У него там цепь. Он надел водолазку черную. И сверху какую-то кофточку и цепь. Мне это вообще зашло. Бля, Сережа, я тут стояла в кустах возле автодрома и записывала тебе эту хуйню. Как маньячка какая-то. Ну, что могу сказать. Стиль остался такой же крутой, прикольный. Ставлю ему так же 8. Очень, ну, приятный такой. Знаешь, на первой фотке будто бы он сидит дома вечерком, кайфует. А на следующий день просто собрался, пошел, сходил в парикмахерскую и все. И вот ваши три года промежуток.